По всем рекомендациям, прививочная кампания, она стоит с начала сентября, поэтому осень это как раз тот самый благоприятный период, когда рекомендуется делать ее в планном порядке. То есть вакцинироваться можно весь период, соответственно с сентября по август, по сроку годности вакцины, но актуальность именно на раннюю осень. Во-первых, пока погода у нас относительно благоприятная, пока нет первых случаев этого самого гриппа, соответственно пока организм отдохнувший после лета и меньше выраженность вообще любых вирусных заболеваний. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения вакцинации подлежат практически 100% населения, ну то есть рекомендуется, всегда выделяются особые группы риска. Это те лица, которые тяжелее переносят, которые чаще развивают какие-то осложнения или соответственно с теми, кто происходит летальные исходы. Это у нас дети практически все, но основной контингент это до 3 лет. Вакцинации подлежат 6-месячного возраста, до 6 месяцев считается ребенок защищен материнскими антителами с учетом того, что мама прививалась также от гриппа. Дальше у нас идут беременные женщины, детский сад, организованные коллективы, это школа. Плюс группы риска, это у нас любые взрослые дети с хронической патологией, неважно с какой, иммунодефицитное состояние и все остальные, они тоже подлежат вакцинации, соответственно в период ремиссии и под контролем своего специалиста. Ну и взрослое население, то есть после 65-ти обязательно это по возрасту, если моложе, то желательно и в зависимости от наличия хронической патологии. И все сотрудники учреждений, где контакт есть, сотрудники детских садов, школ, медработники. Чем больше будет охват, тем меньше будет риск вообще этой эпидемии, соответственно количество летальных исходов, осложнений, тяжелого течения будет минимальным. Мы никогда не можем с точностью сказать, какой будет грипп. Птичий, да, свиной или еще какое-то народное эти названия, соответственно предугадать сложно. Вакцина делается каждый год с новым составом. Всемирная организация здравоохранения, опять же с учетом предыдущего опыта, какой грипп был в том году, в позатом году, определенная циркуляция и повторение этих компонентов, она присутствует. Поэтому дается рекомендация, что в этом году будет такой-то состав именно по штаммам и вакцинам. То есть состав у вакцин, у отечественных и импортных, он одинаковый по всему миру. А нюансы есть по количественному составу, то есть этих компонентов. Поэтому есть вероятность, что мы не попадем. То есть то, что в вакцине содержится, оно может не попасть по совпадению с тем вирусом гриппа, который будет. Но в этом случае вакцинация не считается неэффективной. Она все равно будет оказывать положительный эффект в меньшем проценте, чем мы планировали и хотели бы. Но тем не менее будет облегчать течение и, соответственно, минимизировать и вот эти проблемы, которые могут быть.